Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Станислав Юдин. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. От парка ветеранов до южных микрорайонов у горожан осталось чуть больше недели, чтобы поучаствовать в голосовании по вариантам обустройства Магнитогорских парков и скверов. Хрустальное перо пеликана в руках элиты. В Магнитогорске назвали имена победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года». Массово зрелищно доступно. В минувшие выходные на ледовом катке экологического парка прошел турнир по хоккею с мячом в валенках. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Добровольно, без последствий и за деньги. Именно на таких условиях граждане могут сдать в полицию незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. На эти цели губернаторам области в 2018 году выделен 1 миллион 200 тысяч рублей. Об этом, а также об итогах профилактических мероприятий в прошлом году на очередном брифинге журналистам рассказали представители пресс-службы УВД по Магнитогорску. В прошлом году граждане сдали за вознаграждение 354 единицы огнестрельного оружия, 5000 патронов, 2 гранаты, 3 самодельных обреза. Всего пришло 306 человек. Желающих избежать уголовной ответственности и получить вознаграждение ждут и в этом году в отделениях по месту жительства. Представители пресс-службы УВД также рассказали о результатах оперативно-профилактических мероприятий, проводимых в 2017 году. Всего их было 57. Общие результаты довольно впечатляющие. Изъято 73 единицы огнестрельного оружия, более 4 килограммов наркотических средств. Среди всех мероприятий наиболее развернутым и результативным полицейские по обыкновению считают операцию «Ночь», когда в рейд выходит практически весь гарнизон магнитогорской полиции. «Ночь» проводилась в 2017 году 12 раз. Один из ключевых моментов рейда – пресечение незаконной продажи алкоголя в ночное время. В рамках операции «Ночь» мы постоянно работали группами, не только в рамках операции «Ночь». И, соответственно, составляли протоколы по статье 14.16 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение антиалкогольного законодательства. В частности, более 200 таких протоколов было составлено. Конечно, наверное, сейчас возникает вопрос, кто делает основную погоду в таком нарушении антиалкогольного законодательства. Необходимо отметить, что, к сожалению, нарушают у нас не только владельцы нестационарных торговых объектов, но и владельцы магазинов. То есть в ночное время торгуют вот этой продукцией и в дальнейшем, конечно, ее мы изымаем. Незадолго перед новогодними праздниками полицейские впервые провели еще один профилактический рейд под названием «Район». То есть направили все свои силы в конкретную точку города. Ее оказалась левобережная часть Орджоникидзовского района. Мероприятие вышло очень результативным. После проведения в течение последующих 10 дней уровень преступности на левом берегу был ниже в 2-3 раза. Также на брифинге представители пресс-службы поблагодарили за помощь в работе добровольной народной дружины Магнитогорска. Их поддержку, а конкретно сопровождение сотрудниц инспекции по делам несовершеннолетних в их рейдах по семьям подопечных сложно переоценить, отметила Мария Марщакина. На встрече присутствовал руководитель отряда «Казачья стража» Дмитрий Белоконь. Он призвал всех неравнодушных горожан вступать в народные дружины и патрулировать родной город, помогать поддерживать в нем покой и порядок. Продолжаем программу. У горожан осталось чуть больше недели, чтобы внести свои варианты об устройство парков и скверов. Председатель городского собрания депутатов Александр Морозов рассказал, какие общественные территории хотят видеть благоустроенными магнитогорцы в этом году. 31 территорию для благоустройства предложили магнитогорцы в рамках программы формирования комфортной городской среды. Напомним, в городской и районных администрациях размещены специальные урны для сбора мнений. Сегодня состоялась очередная выемка. Лидеров пять. Одна из территорий Левого берега, парк ветеранов, сквер Лермонтово, экологический парк и территория в южной части города. Именно рейтинговое голосование в середине марта с участием старших школьников от 14 лет и покажет уже, кто будет лидером. Своё мнение также можно оставить на официальном сайте магнитогорского разделе «Активный город». Сбор предложений завершится 9 февраля. Хрустальное перо пеликана в руках элиты. В Магнитогорске назвали имена победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года». Кто продолжит бороться за заветную птицу дальше, знает Ксения Перчаткина. Торжественная церемония награждения победителей – уважительная причина отмены школьных занятий. Учителя заслужили овации, конкурсные испытания позади. Сейчас приятные и волнительные моменты триумфа. Я к профессии учителя отношусь особенно, потому что, в общем-то, любой человек становится вот именно от того, как, наверное, его сумеют воспитать. Ну, конечно, в основе родители, но потом пошло дошкольное образование и школа. Педагогический конкурс разменял уже третье десятилетие. За это время профессионально выросло не одно поколение учителей. Их достижение – особая гордость Магнитки. Семь педагогов признаны лучшими в области. Есть финалист федерального этапа и абсолютный победитель. Но главное – их заслуга в другом. Ценность учителя еще в том, что он учит нас учиться. Потому что после школы, после института жизнь еще очень длинна и интересна и насыщена. И вот умение учиться всему тому, чего мы умеем достигнув 30-40-50-летнего возраста, закладывается в нас в школе. Выбирали ценного учителя в четырех номинациях. Лучшим педагогом дошкольного образования стала воспитатель детского сада номер 21 Светлана Кузьмина. Самый успешный педагогический дебют состоялся у учителя начальных классов школы номер 5 Маргариты Твеленевой. За классное руководство наградили учителя иностранных языков 63-й школы Анастасии Черепнину. «Хрустальное перо» в номинации «Учитель школы» у Ирины Смяткиной. Она преподает историю и общество знания в многопрофильном лицее номер 1. Это педагог, умеющий связать историю и физку. Открытие Архимеда Баскаля и современное танкостроение. И даже робототехнику. У нас были очень сильные финалисты, каждый из которых, наверное, отличался своими индивидуальными чертами, которые, на мой взгляд, уникальны. Есть определенная гордость из-за учебных заведений, в которых работаешь, потому что это все-таки результат работы команды. Победителям вручили премии, а также ценные подарки от металлургического комбината. А Ирине Александровне предстоит доказать сначала в области, затем на всероссийском этапе, что большой хрустальный пеликан давно не прилетал в Магнитогорск. Ксения Перчаткина, Александр Макаров, телекомпания «ТВИН». Десятилетний юбилей отметил Магнитогорский политехнический колледж. Он был создан в результате реорганизации четырех учреждений начального профессионального образования. Это учебное заведение отвечает самым высоким стандартам, а успехи его студентов и педагогов известны далеко за пределами Уральского региона. В честь юбилея в Театре оперы и балета состоялся праздничный вечер. Побывал на нем и Павел Берсенев. Два лицея, 13-й и 43-й, а также два училища 97-й и 63-й послужили основой для создания политехнического колледжа. Десять лет назад объединение происходило с целью выйти на мировые стандарты качества образования. Результаты не заставили себя долго ждать. С 2008 года из этого учебного заведения выпущено свыше 5,5 тысяч человек. Только в 2017-м 24 отличника. По итогам 2017 года политехнический колледж вошел в топ-25 ведущих учебных заведений страны. Мы показываем хорошие результаты на различных международных, европейских, российских этапах, различных олимпиад, конкурсов и так далее. Конечно, это благодаря педагогическому коллективу, который работает в политехническом колледже, благодаря нашим работодателям, социальным партнерам, которые поддерживают во всех наших начинаниях. Одним из главных направлений политехнического колледжа всегда была подготовка кадров для ММК. Сегодня отношение этого учебного заведения и металлургического гиганта образец эффективного партнерства по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Главная профессия для нашего города, самая лучшая, самая почетная, самая родная для всех нас – металлургов выпускаете. Металлургов – это звучит гордо, и за это вам большое спасибо. Да здравствует политехнический колледж! С юбилей! Сегодня в колледже работают 13 лабораторных комплексов, которые оснащены оборудованием мирового уровня, а кадровая политика нацелена на формирование собственного научного потенциала. Сейчас здесь работают 8 кандидатов наук, 23 получили звание заслуженный учитель, почетный работник, отличник ПТО. 35 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию. Я вам желаю, чтобы предстоящие, следующие 10 лет у вас были не менее интересны, чем прошедшие. С праздником вас! Я уверен, что вы очень счастливые люди, и желаю вам успехов наперед, на будущее. Павел Грюсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Магнитогорская средняя школа номер 12 отметила юбилей. Ее история неразрывно связана с рождением легендарной магнитки. Своих первых учеников школа приняла в 1932 году. Учебное заведение тогда находилось на проспекте Пушкина и носило имя поэта. А в 1972 году школа пережила второе рождение, распахнув двери в новом здании на правом берегу по проспекту Карла Маркса, 97-1. Сегодня она такая же красивая, светлая и юная. Не так важно, чему учат в школе, а важно, как учат. Сказал однажды основоположник квантовой теории, лауреат Нобелевской премии по физике Макс Планк. Видимо немецкого ученого не нагружали в храме знаний лишней информацией, а учили думать, рассуждать, сопоставлять, возможно даже спорить и убеждать. Неизвестно появятся ли свои Максы Планки в числе выпускников школы номер 12, но ее педагоги уверяют, что их задача именно научить учиться. В этой школе все педагоги именно дают знания детям и работают во имя детей, не во имя славы, не во имя денег, а вот именно для детей. Вот это для меня самое главное. За последние 37 лет школа выпустила 85 медалистов и входит в шестерку школы города с максимальным количеством выпускных медалей. За последние 6 лет 25 выпускников набрали не менее 90 баллов на едином государственном экзамене. Среди известных выпускников школы – герой Советского Союза Леонид Дема, заместитель командира Магнитогорского ОМОН, погибший при исполнении служебного долга в Чечне Андрей Саратов, директор механо-ремонтного комплекса ММК Сергей Ундру, главный прокатчик Магнитогорского металлургического комбината Игорь Селезнев и другие. Годы, конечно, были чудесные. Детство, юность, все было прекрасно, все было замечательно. Спасибо родной школе. Я продолжила свою работу, также работать с детьми. Очень мне нравится. И с удовольствием вспоминаю все, что было в школе. Вот уже добрые десяток лет в детском саду номер 119 действует театральная студия. Дети не только сами ставят спектакли и посещают премьеры профессионалов из театра «Буратино», но и ходят на экскурсии в святая святых театра, творческие мастерские. А мода на роботов и лего-конструирование дала маленьким артистам новый стимул к развитию. Какой именно, расскажет Татьяна Зайцева. Разглядушки, ребятушки, отворитесь, отобритесь. Ваша мать пришла, молока принесла. Любой педагог знает, какую важную роль в развитии детей играет, простите за невольный каламбур, игра. Примеряя на себя новые роли, вживаясь в образы, дети развивают речь, учатся думать и работать в команде. В этом плане невозможно переоценить игры на развитие мелкой моторики. Собирая конструктор, малыши стимулируют развитие обоих полушарий мозга. И левого, который отвечает за память и логику, и правого, в компетенции которого творческие способности. Так что ноу-хау 119 детского сада, театральная студия с техническим уклоном, это способ досуга детей, как говорится, два в одном. Вот эту красочную инсталляцию по сказкам Пушкина мастерили всем детским садом. Тут вам и кот ученый, и преснопамятный дуб, и богатыри, и баба-яга. Многие элементы оснащены лампочками и моторчиками. Они мигают и вращаются. Кот ученый может ходить вперед и назад. Он очень трудный, очень. Рома, без преувеличения, главный инженер проекта. Он принял участие в создании всех частей инсталляции, где есть моторчики. А собирать отдельные детали из конструктора, что-то вырезать, украшать, помогли остальные дошкольники. Всего 3-4 группы. Это наша общая идея с детьми. Мы решили посвятить этот проект юбилею нашего кукольного театра «Буратино», которому в этом году 45 лет исполняется. И после очередной экскурсии, которую посвятили нам показу музея, именно этого театра, ребята вдохновились рассказами, показами, увиденными механизмами в театре. И решили сделать такой небольшой подарок от нашего детского сада. С этим проектом дети выступили на магнитогорском этапе всероссийского конкурса «Робофест» и заняли второе место. Приятным бонусом стал тот факт, что для некоторых скромниц и тихонь участие в проекте стало прекрасной возможностью показать себя, раскрепоститься и, что называется, выйти из своей раковины. Дети нашли поддержку на всех уровнях. Большой интерес мы встретили со стороны родителей. Родители настолько стали отзывчиво и тоже с интересом. Выполняют домашние задания, которые мы им просим по подготовке к данному проекту делать. А вообще в планах нашего детского сада, помимо того, что у нас все наделено движением, еще и сделать звучание. То есть в мае месяце мы планируем проект с, так скажем, с мультипликацией связанной. То есть у нас не только будет двигаться своими руками сделанные поделки, но еще и говорить голосами детей. Татьяна Зайцева, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. О заметных новостях магнитогорского спорта через несколько секунд. На ледовом катке экологического парка прошел турнир по хоккею с мячом в валенках. В ледовых баталиях сошлись более десятка любительских команд. Организатором соревнований выступила магнитогорская федерация ветеранов спорта. Несмотря на сильный мороз, столбик термометра в день игр перевалил за отметку в минус 20, все заявленные команды на турнир явились в полных составах. Правила в хоккее в валенках предельно просты, но несколько отличаются от классических. Играют два периода по 10 минут. Вместо шайбы – теннисный мяч. Силовая борьба запрещена. В магнитке соревнования по такому забавному виду спорта проводят регулярно. Однако сама, недавно организованная магнитогорская федерация ветеранов спорта, такой турнир провела впервые. Будет у нас акцент делаться именно на детские соревнования. Сейчас мы проводим среди взрослых команд, в основном из группы ПАО ММК. Команды все участвуют 13 команд. В феврале у нас намечается турнир по детям, также хоккей на валенках. Ну а в дальнейшем, согласно нашим планам, мы будем заниматься с дворовыми детьми, именно дворовой вид спорта популяризировать, именно на бесплатных основах, то есть то, чего не хватает в городе. Один из участников ледово-пимакатных баталий – команда объединенной сервисной компании «Бурые медведи». Последний раз многие участники играли в хоккей в валенках в далеком детстве, признается капитан Медведей Сергей Грачев. Но ноги, как говорится, помнят. Настрой у нас боевой. Задача первое место занять. Поиграем, вспомним, как говорится, детство. По итогам игр первое место заняли хоккеисты объединенной сервисной компанией ММК. Они же получили переходящий кубок. На вторую ступень перестала, поднялась студенческая команда МГТУ. А замкнула тройку призеров команда управления железнодорожного транспорта металлургического комбината. Станислав Юрин, Александр Макаров, телекомпания ТВ. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-in.ru. Впереди вас ждут коммерческие информации, а также прогноз погоды на 1 февраля. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы. Публичное акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. По данным Бюро погоды, 1 февраля в городе ожидается пасмурная погода, облажной снег, ветер переменных направлений до 1 метра в секунду, температура воздуха ночью минус 27-28 градусов, днем 21-18 градусов мороза. Субтитры создавал DimaTorzok